А кто тут красавела? Навус намотав, где страховаться онлайн? Совершенно очевидно. Они понимают последствия таких заявлений. А вот когда говорят там про линии, то, что вы перейдете через них, и пути назад у вас нет. Так оно и происходит. Я уж не знаю, кто там. Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Кремль. Он что ждет-то? Да он просто не может ничего сделать себе. Давайте будем честны, без ханжества. Нет ни инструментов, ни воли. Когда мы говорим про Украину, про Запад, там перешел эти красные линии, и будет тебе наказание. Смерть, теракт, удар ракетой. Найдут варианты, как расправиться. Владимир Владимирович, что там понимаешь о смерти? То, что ее нет. Нет смерти, есть дорога бессмертия. Ценность жизни сильно преувеличена. Не жизнь отдельного человека является абсолютной ценностью. Мы приходим в этот мир, и нас никто не спрашивает, хотим мы сюда прийти или нет. И зачастую так же уходим. Это всего лишь этап. А то, что происходит с человеком, гораздо серьезнее и важнее, чем его физическая жизнь, а смерть. Что там? Нам предстоит узнать всем. Жаль, мы не можем поделиться этим опытом. Но Родина гораздо важнее, чем жизнь одного отдельно взятого человека. Зарплата Игоря Сечина в государственной компании «Роснефти» 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании «Газпром» 2,2 миллиона в день. Нам удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков. Мы и так, и в предыдущие годы, до всех этих кризисных явлений и специальных операций, мы ориентировались постепенно, постепенно на быстро развивающиеся рынки. Ну а теперь ситуация сложилась таким образом, что выяснилось, что мы сделали это, делали не напрасно. Более того, даже делали меньшими темпами, чем должны были бы делать. Но ничего. Дело в том, что мы этот тренд просто продолжаем. Если перевести все на простой язык, то вы, скоты, живите так, как вам говорят. Не требуйте большего. Тяните лямку тихо и не брыкайтесь. Мы, как элита, будем транжирить на Украину столько, сколько считаем нужным, пребывая в прежней роскоши. Нет смерти, есть дорога в бессмертии. Глава Роснефти Игорь Сечин призвал, перефразируя Трампа, сделать рынок снова великим. А мешает этому как раз администрация США, которая использует энергетику и санкции как политическое оружие. Глава Роснефти Сечин строит дом за 20 миллиардов рублей. Глава Госбанка ВТБ Костин покупает для своей любовницы две квартиры ценой почти полмиллиарда рублей. Питерское гнездышко главы Газпрома Миллера площадью 1398 квадратных метров стоит 1 миллиард. У жены главы госкорпорации Ростех Чемезова пара апартаментов в комплексе 4 сезона возле Красной площади ценой 5 миллиардов рублей. Шувалов, ныне глава Госбанка ВЭБ, ранее зампред правительства, помимо роскошных апартаментов в высотке на Котельнической набережной, известен самолетом для Корги. Как премьер Медведев домиком для уточек, а спикер Госдумы Володин подмосковной Фазендой. Министру иностранных дел Лаврову, замглавы аппарата правительства Приходько, главе счетной палаты Кудрину, возможно, до сих пор приходится ютиться в шведском тупике в квартирах ценой всего в 300-400 миллионов. Зато глава Роскосмоса Рогозин сумел выменять апартаменты за полмиллиарда. Слава России! Слава России! Слава России! Мы требуем перемен. Нам нужны перемены. Наши сердца требуют перемен. Удивительно ли, что молодежь по всем опросам хочет работать или в госкомпаниях, или в госаппарате? При таком-то уровне благосостояния слуг народа. Особенно по сравнению с уровнем жизни самого народа. В последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас это около 12, примерно, с половиной триллионов человек находятся за чертой бедности. Это около 12, примерно, с половиной триллионов человек находятся за чертой бедности. Когда чиновники будут получать зарплату как рядовые работники? Вы знаете, я много таких видел обращений. Мы представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Но вот как бы ни было, я говорю об этом с болью и усердствием, мне бы очень хотелось помнить известную шутку. Мы должны работать не для того, чтобы они были богатых, а для того, чтобы они были бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут. И в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим. А тем временем работники завода «Газ» в своих проблемах винят злобных американцев. Наши требования – отменить введение санкций против предприятий «Группа ГАЗ». Мы почувствовали на себе, что у нас появились сложности с нашими поставщиками комплектующих европейских и американских производителей. А это значит, что нам грозит угроза остановки конвейера. Если вы так же, как и работники «Газа» в проблемах России усматриваете злобные планы американцев, то вам уже ничто не поможет. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас «Газ» за вас. Так ведь, автозаводцы? Давайте вместе! «Газ» за вас! «Газ» за вас! Спасибо вам за поддержку. Я буду выделегать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Здравствуйте! Как вам проживаетесь? Очень хорошо. Прекрасно работает, хорошо. Хорошее предприятие? Очень хорошее предприятие, очень много работы. И зарплата приличная. Да, и приличная зарплата. Кто скажет про среднее? Товарищи, около 90? Что вы? 940. 3040? Ну, среднее. Это как по краю. Если 3040, то в крае 40. Ну, не знаю. В крае среднее 40. У нас повыше, не обижай. Среднее, отдел кадров говорит 70 тысяч. Отдел кадров знает. Да, да, мы ей доверяем. Ладно. Зарплата, извините, у вас какая? Сумма украл. Здесь правду надо говорить. Разно страшно. Уникальный формат общения с главой государства, которого нет нигде в мире. Сегодня вся страна обратилась к экранам телевизоров. Прямую линию недаром называют самым массовым соцопросом и даже мозговым штурмом, во время которого можно узнать и личное мнение самого президента. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу. Удивительная вещь. Это как раз, может быть, одна из главных проблем. Вот действительно такое ощущение, что это можно сравнивать с визитом в колхоз. Это очень похоже, как если бы селекторное совещание советское вдруг транслировало в прямом эфире. Но это действительно такое ощущение, что эта встреча... Вот очень важный был вопрос политический. Не является ли он инопланетянином? Такой был вопрос ему задали, и он на него ответил. Вот он действительно смотрится как инопланетянин. Инопланетянин прилетел на другую планету, и тут ему рассказывают, что происходит у землян. Меня тоже иногда цепляет, когда я смотрю, честно вам говорю, цепляет, когда я смотрю... Я говорил, кстати, мы об этом уже неоднократно, когда смотришь на уровень их доходов. Но дело в том, что у них в компаниях, и это тоже объективная необходимость, много работает, в том числе и иностранных специалистов. И уровень доходов этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Понимаете, если им резко понизить, там тоже будет дефицит кадров. Так же, как здравоохранение. Понимаете, из-за этого могут быть достаточно серьезные последствия. Вы, скоты, живите так, как вам говорят. Мы, как элита, будем транжирить на Украину столько, сколько считаем нужным, пребывая в прежней роскоши. Нет смерти, есть дорога бессмертия. Ценность жизни сильно преувеличена. Не жизнь отдельного человека является абсолютной ценностью. А то, что происходит человеком, гораздо серьезнее и важнее, чем его физическая жизнь, а смерть. Родина гораздо важнее, чем жизнь одного отдельно взятого человека. Американцы теперь гадают, а как поведет себя, ну, допустим, ядерная триада. Буквально накануне в Пентагоне заявили о проведении сразу двух третей ядерной триады в режим полной боеготовности. С таким заявлением выступило стратегическое командование ВВС Соединенных Штатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова